Навального хоронят в Москве, полиция хорошо подготовилась. Настя Ивлеева резко подлезала президенту, в политику решила идти. Лолита уехала из России. Куда? И надолго ли? Есть подробности. Артур же Пирожков вернулся в Россию из Бразилии. Есть подробности, кто его покровитель. Самые интересные и яркие новости, как обычно обсуждаем вместе, четко и без воды. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Полиция. Установлены металлодетекторы, камеры, видеонаблюдение. При этом возле станции метро Борисова усилена охрана. Ну и понятно, похороны похоронами, но у жены-то Навального Юли были совершенно другие планы. То есть она хотела устроить митинг, при этом сама на похороны ехать не захотела. Вот такая вот была любовь. Ситуацию хотела расшатать. Да мне кажется, не сама она хотела, а для того, чтобы получить некие гранты, некие бонусы за рубежом. Чтобы было за какие-то шиши снова обниматься с Чучваркиным. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Настя Ивлеева, явно чтобы избежать некой ответственности за вечеринку, за налоги, решила хвалить президента. В телеграм-канале она написала, что смотрела послание президента. Ей все понравилось, она пойдет голосовать. При этом набрала 96 тысяч дизлайков. В искренность люди не верят. Вот, что написала цитата. В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы стараюсь погрузиться и разобраться у многих вопросов, которым раньше не уделяла внимания. Инициатива у проекта, которые были озвучены, искренне отзываются. Я знаю, что пойду за них голосовать. Да, само собой. После вечеринки особо не ответила. Причем, как организатор, должна была получить самое максимальное. Да, не то, что даже Вася в носке. Но, тем не менее, сейчас говорят, что если она начала хвалить президента, быть может, собирается, не дай бог, и в депутаты. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Лолита уехала из России. Явно поняла, что тут нечего ловить. После вечеринки ее не простили. Да, по сути, она и не просила извинения. А гастрольный тур отменили. Комсомольская правда пишет, что в Болгарии есть у нее хороший дом. И вот там она обрезает ели и сидит в огороде. Пишет также, что уехала Милявская. И для того, чтобы получить вид на жительство. В Болгарии, потому как нужен запасной аэродром. Кто-то считает, что в Россию она уже точно не вернется. А у кого-то мнение, что просто поехал навестить мать и дочь. Ваши мысли напишите в комментариях. Александр Рева все-таки вернулся в Россию. Он был в Бразилии вместе с женой Анжеликой. Ездил туда попарить кости. Многие выдохнули. Мол, слава богу, в России не увидим. Но нет. Еще напомню, 24 февраля 1922 года Рева говорил, что операцию российскую нужно отменить. И вот сейчас руководитель федерального проекта по безопасности борьбы с коррупцией Виталий Бородин, напомню, что он-то писал Реве. Просил его определиться. В ответ полный игнор. Ни ответа, ни привет. При этом Виталий Бородин назвал фамилию возможного покровителя Ревы. Это Киселев. Зовут его, как я понимаю, Владимир, да? То есть это руководитель и русского радио, и РУ-ТВ, Муз-ТВ, а также бизнесмен и руководит группой «Земляне». Киселеву вопросы были очень давно, с ним постоянно конфликтовал Игорь Крутой, и действительно на русском радио он крутит самый мусор, самый шлаг. Такие вот новости, друзья. Что думаете по поводу похорон Алексея Навального, по поводу усиленных мер, да? И вот почему жена не приехала? Какие мысли по поводу Насти Ивлеевой? Ведь действительно, раньше она выступала вообще и против, как я понимаю, да? Была информация, что она далеко не патриотом была. И тут бац, переобулась. Нравится ей инициатива президента Виталия. Напишите также, какие мысли по поводу Лолиты Милявской, ее отъезда в Болгарию. Ну и Артура Пирожкова, предателя, который переобулся в воздухе. Ваши комментарии очень важны и нужны, потому что вместе мы обсуждаем, приходим к истине и стараемся делать мир лучше. И заодно оцените это видео, чтобы вы видели другие. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередной выпуск. Ведь каждый день мы обсуждаем самые важные и интересные новости вместе. Ведь вариант поддержки канала, номер карты и ссылка на донат в описании под видео. Огромное спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня.